Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем гастро-канале Сладкий персик. Обязательно, кстати, подписывайтесь, потому что у меня не только рецепты, но еще и обзоры ресторанов, и путешествия, и, в общем, много всего интересного. Сегодня мы с вами будем готовить варенье из крыжовника, но не обычное, а со вкусом вишни. Я этим рецептом пользуюсь уже много лет, правда, варю не каждый год, а по желанию, так сказать. Помню, когда я бабушке первый раз дала этот рецепт, она сварила варенье прямо на даче из свежего крыжовника, и оно ей очень понравилось, и с тех пор мне этот рецепт ассоциируется с бабушкой. Бабушки нет уже несколько лет, а я ее до сих пор люблю и очень скучаю. Ну, давайте не будем о грустном, перейдем к рецепту. Смотрите, что нам понадобится. Конечно же, сам крыжовник. Можно брать и зеленый, и красный, какой у вас есть. Сахар. На килограмм крыжовника примерно берем килограмм сахара, часть сахара можно взять коричневый. Вишневые листья, свежие или сухие, и немножечко обычной воды. Мы с вами берем кастрюлю или ковшик, такую, чтобы весь крыжовник поместился. У меня, кстати, примерно 700 грамм крыжовника, и поэтому я взяла 700 грамм сахара. И сразу переходим на плиту. В кастрюлю насыпаем сахар, наливаем водичку. Воды должно быть прям немножко, чтобы она чуть-чуть покрывала сахар. И варим на тихом огне до закипания. Ну, это примерно 5-7 минут. Коричневый сахар я взяла для того, чтобы получился такой карамельный привкус. Потому что он дает именно вкус. Он не лучше и не хуже, чем белый сахар, но он просто немножко другой. Поэтому можно, например, взять там 700 грамм сахара, и 100 грамм из них будет коричневый. Ну, он просто подороже, поэтому полностью заменять коричневый. Белый сахар на коричневый выйдет достаточно запрасно. Посмотрите, вот столько у меня воды, и можем включать уже плиту. Ставлю самый минимальный огонь и варю. Напомню, что до закипания. Получается, мы с вами сейчас готовим сироп, и потом уже этим сиропом мы будем заливать наши ягоды и варить варенье. Смотрите, у нас сироп становится прозрачным, сахар уже растворился. Сейчас он закипит, и мы с вами будем добавлять вишню. Смотрите, у меня листья вишни сухие. Я их собрала на даче, поэтому высушила в сушилке. Они тоже очень ароматные. Я с ними варенье уже варила, получается хорошо. Но если у вас, например, рядом с домом или на даче растет свежая вишня, смело берите свежие листья, потому что они будут еще вкуснее. Смотрите, сироп закипел, и добавляем листочки. Перемешиваем и варим примерно 10 минут. Что делать потом, я расскажу. Кстати, я хотела сказать про крыжовник. Вы вообще знаете, что в нем витамина С больше, чем в черной смородине. Он очень полезный. И в Китае, кстати, тоже был дикий крыжовник, его стали окультуривать, и так появился киви. То есть киви, получается, сестра или брат крыжовника. Смотрите, у нас вишня уже отдала свой аромат. Теперь мы с вами выключаем огонь, и быстренько, пока сироп не остыл, это все дело процеживаем. Пахнет баней, вишневым веником. Все, кастрюлю теперь моем, она нам еще пригодится. Смотрите, какой красивый у нас получился сироп, аромат просто шикарный. Мы, значит, кастрюлю от остатков листочков помыли. Теперь мы в нее насыпаем наш крыжовник. Здесь есть нюанс. Если у вас есть желание, крыжовник можно вот от этих вот штучек очистить. Но так как я очень ленивая, я этого делать не буду. Насыпаем крыжовник в кастрюлю. Заливаем нашим сиропом и отправляем обратно на плиту. Ставим кастрюлю на плиту. Включаем тоже маленький огонь. И варим примерно 20-30 минут. Помешиваем периодически. До тех пор, пока наш крыжовник не станет таким прозрачным. Сироп у нас стал загустевать и такой стал достаточно липкий и твердый. Ничего страшного. Сейчас крыжовник у нас нагреется, даст сок. Для варенья получится нужной консистенции. Наше варенье готово. Мы выключаем огонь. Немножко его остужаем и переливаем в баночки. Я банки на зиму не закатываю. Поэтому я их не стерилизую. И я его в баночку красивую налью и утром в холодильник. У нас получилось очень классное варенье. Причем оно невероятно сладкое. И когда ешь, если ты не знаешь, что это крыжовник, ты ни за что не угадаешь, что варенье с крыжовником. Но варенье должно быть сладким. Оно на то и варенье. В общем, рецепт потрясающий. Я вам очень советую приготовить. И буду ждать ваши отзывы в комментариях. Подписывайтесь на мой гастроблог. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм. И смотрите наши новости каждое воскресенье. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok